Самым обсуждаемым вопросом на повестке дня пленавного заседания стал законопроект об органах местного самоуправления, численности и сроках полномочий муниципальных органов власти в городе. Первоначально для районных депутатов установили время 2 года и 3 месяца. Именно на такой период рассчитаны их полномочия. Но некоторые депутаты законодательного собрания попросили осмотреть увеличение срока до 5 лет. Я полагаю, что от того, что будет 5 лет, и если через определенное время, там 2 года, необходимо будет вносить изменения, ну а советы избранные на 5 лет, мы столкнемся с той же позицией, в которой сегодня находились, что полномочия законодательного собрания истекали у нас в следующем году. По словам Сергея Миняйла, не важен срок полномочий, важна сама система работы органов власти. Если она себя оправдает, никаких проблем с переизбранием быть не должно. Тем не менее, решение принять поправку не прошло. Депутата оставили в силе первоначальный вариант – 2 года и 3 месяца. За 33 решение не принято. Первичный проект закона решили внести еще одну поправку – расширить количество депутатов Балаклавского районного совета с 10 до 15. Эти изменения противоречий не вызвали, так же, как и весь законопроект в целом. Зато длительное время обсуждался вопрос сформирования муниципальных образований города. 7 депутатов представителей органов избирается использована избирательная система указанной в пункте 1, то есть пожаритарка, 8 по партийным спискам. 6 муниципальных образований – Инкерманский, Городской, Качинский, Поселковый и 4 сельских – избираются по чистой пожаритарке. Эта поправка ставится на голосование. Ни первоначальный проект по этому вопросу, ни поправки к нему приняты не были. Народным избранникам пришлось прибегнуть к повторной процедуре голосования. В итоге все 15 депутатов районных и поселковых советов будут избираться по мажоритарному принципу. Рассматривали на заседании вопрос административно-территориального устройства города, а также проект об установлении границ Севастополя. Практически границы муниципальных образований, они все равно будут уточняться, устанавливаться с учетом положения того картографического материала, с установлением точек, поворотов и полным определением наименований, потому что на сегодняшний день реальная метаризация всех населенных пунктов, определение является ли тот или иной, применяя существовавший у нас населенный пункт, остается ли он таким населенным пунктом. На следующем пленарном заседании, которое планируют провести в четверг, депутаты собираются рассмотреть налоговые вопросы и проекты об административных правонарушениях. Святослав Данилов, Виталий Козловский, программа «Наше время».